Я вас прошу, успокойтесь, нужна ваша помощь. Посмотрите вещи Вики, может быть, что-то пропало. Я вообще не понимаю, куда она могла деться без денег, без мобильного, без документов. А это телефон Вики? Да. Можно? Да, пожалуйста. Я же вообще только через дорогу, понимаете, выбежала за магазин, за продуктами. Вика спала еще, я вас очень прошу, найдите мою дочь. Мы делаем все возможное. Вика, скажите, а Вика может быть где-то у знакомых? С кем она общалась? Да я не знаю, я же только приехала. Она меня даже с мужем не успела познакомить. У Маши. У Маши надо спросить. Они вместе работают и дружат. Может, она знает больше. Понимаете, здесь очень интересный СМС. Хотите посмотреть? Ну, учитывая то, что Вика собиралась замуж, Я очки где-то затерял. Я могу зачитать. Угу. Нежно-нежно целую. Твой Миша. Миша? Вот мне интересно знать, кто такой Миша? Вы меня спрашиваете? Я не знаю. Николай Фомич. Прелесть моя. Вот, у меня здесь килограмм героина выпал. Так что, пока я с этим буду разгребаться, поиски невесты на твоей совести. Держи. Объявить в розыск. Проверить вокзалы, больницы, гостиницы. Соседи, опроси, может, что-нибудь видели. Хорошо, я справлюсь. Очень надеюсь. Не высшая математика. Николай Фомич. Чего еще? У Вики был другой мужчина. Я нашла ее телефон. Посмотрите, здесь очень интересное СМС. Ревность. Тоже мотив. Минуточку. Разреши этого Мишу. Мы пока поищем вашего мальчика. Хорошо. Вы знаете, я когда нервничаю, я все время что-то готовлю. Маша, осторожней, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Как вы думаете, Вику убили так же, как и Андрея? Я надеюсь, нет. Мы сейчас пытаемся все выяснить. Маша, присядьте, пожалуйста. Давайте поговорим. Скажите, вот Вика могла взять и просто уйти? Нет, конечно, что она же любила Андрея как сумасшедший. У них же все было так красиво, как в кино. Они встретились в тяжелый для Андрея период. Через полгода после смерти его жены. Он прожил с ней вместе 15 лет. Детей не было. И теперь он чувствовал себя одиноким и растерянным. Не мог прийти в себя от потери. Ну что, платите? Да, плачу, но кажется, нечем. Дурацкая ситуация. А девушка... А подождите, а... Спасибо. Красивая женщина. Ваша жена? Жена, но... Умерла. Я не поняла. Так мы платить будем? Ну? Он привезет деньги вечером. Какие вечеры? Вы же привезете? Да, я привезу. Выезжайте. А я сама здесь разберусь. В чем ты разберешься? Он привезет деньги. Езжайте, пока я не передумала. Спасибо. Я привезу. Спасибо. Он привезет. Что он привезет? Полный бак. Ищи ветра в поле. Платить будешь ты или тебя уволят. Да отвали, не достали уже! А, это вы? Извините, я не смог вовремя из Луганска вылететь. Задержался. Простите. Вы задержались, а меня из-за вас с работы уволили. Да может, ну его к черту эту работу. Не для девушки она, только здоровье гробит. Как приятно, наверное, в такой тачке о чужом здоровье беспокоиться. Да ждите, да я помочь вам хочу. Ведь вас же из-за меня уволили. Да езжайте же, куда ехали. Так а вы, вы-то куда теперь? Не знаю, куда-нибудь. Домой в Славянске все равно вернуться не могу. Мама меня убьет. Чего? Я ей сказала, что вы не я же учусь. Так а маме-то? Маме зачем было врать? Я не знаю. Я думала, я сама со всем справлюсь. Поступлю на следующий год. А мама ничего не знает. А теперь... Да все будет хорошо. Вначале, я так понимаю, это была чисто отеческая забота. Он, видимо, проник всей ее историей. Помог с работой, с квартирой, ничего взамен не требуя. А она в него влюбилась. В итоге эта опека вылилась бурной роман. Потом Андрей привел ее к нам на ферму. Она эту историю рассказывала очень много раз. Может быть, они поссорились, разошлись, и она убежала. Да нет же, я вам говорю. Извините. Они никогда не ссорились. Хотя... Призывать бы я заезжала к ней. И... Она очень странно себя вела. Этими цветами был красен машином. А живыми в ресторан. Какой платье. Вик. Ну, кто из нас замуж выходит, а? Может быть, никакой свадьбы вообще не будет. Вик, ну чего ты? У Андрея какие-то неприятности. Я боюсь за него. Он мне ничего не говорит, но я же чувствую. Там на аэродроме что-то нехорошее происходит. С нами хотя бы в чем дело? Я ненавижу вот так сидеть, сложа руки. Андрей даже потом не хотел ее никуда выпускать, но... А вдруг... А вдруг она во что-то ввязалась? А вдруг... Она что-то узнала? Я надеюсь, все будет хорошо. Извините, пожалуйста. Дима, поговорим позже. Я говорю, поговорим позже. Может быть, у нее другой мужчина? Да не было ни никого. Тогда что вы скажете о ником Михаиле? Почитайте, пожалуйста, этот смс. Может быть, Вика с ним встречалась? Да нет же. Это один ненормальный ухажер, который ходил просто за ней. Все. Маша, расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете о этом ненормальном. Я ничего не знаю об этом ненормальном. Он просто ходил за ней. Он ждал его определенное время с цветами, как дурачок. И охрана даже по нему часы сверяла. Еще раз извините. Алло. Вы уверены? Не может быть. Да, скоро буду. Недалеко в парке нашли труп девушки с огнестрельным ранением в голову. Мне нужно бежать. Артем! Дядя Андреевна приехал? Пока нет, сынок. О, какая отличная игрушка. Это кто тебе купил? Дядя. А вы тоже на свадьбу, да? Я следователь из милиции. Я бы очень хотел узнать, откуда в твоем рюкзаке оказалась вот эта вот штука. Я не знаю. Я ничего не делал. Ты не бойся, мы тебя наказывать не будем. Расскажи все честно. Дядя, неприятности из-за меня, да? Артем рассказал, что он накануне, сразу после уроков, приехал на аэродром, чтобы взять настоящий парашют, который он давно обещал показать друзьям. Однако неожиданно мальчик стал свидетелем ссоры. Не ищи, там пусто. А, Андрюха! Привет! Ты что, приехал? Помоги, а? Приехал. Не ищи, говорю. Ты о чем? Не понял. Я о грузе твоем. Каком? Случайно наткнулся. Когда на обратном пути движок чинил. Ты чинил движок? Ты что, дурака клеишь? Ты скажи, зачем ты мне это дерьмо втянул? Мы же друзья. Да ты мне как брат, да мы же вместе с тобой эту фирму поднимали. Ну, правильно, правильно. Конечно, брат. Только у одного есть все. Аэродром, ангар, самолеты. О-о-о! А другой работает на тебя. Ты что думал, я всю жизнь буду крохи с твоего стола сглебать? Где наркота? Забудь, Андрюха. Забудь, ты ее не получишь. Валерка, я не хочу, чтобы пацаны вроде как Артемке свою жизнь калечили. Ой, Андрюха, я тебя прошу. Два килограмма наркоты. За меньше людей убивали. Брось нож, придурок. Порежешься. Я еще раз повторяю, где героин? Ах, я сам сейчас найду. Ищи. Еще раз к моим самолетам полезешь. Да я тебя размажу, как клопа! Урод! Когда мужчины вышли из ангара, Артем вылез из укрытия и взял парашют. Мальчик не знал, что в парашютной сумке спрятаны наркотики. Взял его у дяди. Принес домой, посмотреть хотел. А там эта штука лежит. Дядя Валера Хоменко говорил, что там было два пакета. Где еще один? Больше не было, честно. Это что, Валерка? Ну, получается. Или те, которые стоят за ним? Здравствуйте. Вот ваш огнестрел. Вы готовы? Дима, я же тебя просила! Не звони мне больше. Опасение Ольги Алешиной оказалось напрасным. Труп, который она увидела в морге, не принадлежал ее дочери. Это была другая девушка. Какого мы туда тащимся? Ну, нет этого Хоменко. Ну что, дурак следит ждать, пока его повяжут? Тащишься, потому что за это тебе деньги платят. Твоя работа. Если это деньги, то и папа римский. Выходим, Ваше Преосвященство. Ну, мечтек себе расположить. А красотку свою, чего я не взял? Занято. Обойди-ка дом с той стороны. Давай. Ну, шо, тварь. Будешь дурить? Своли. Своля-ка. Все. Своля-ка. Своля-ка. глуши мотор таможня вот видишь на день раньше встретились одно дружил-дружил с другом 20 лет а потом за кило героина и надо так со мной разговаривать никакой тебе не родной но ты посмотри то что вместо спасибо да если вот не мы ты бы уже давно быть червей выкормил не трогал я его не трогал я везде на родоме проторчал кого угодно спроси а кто тогда трогал куда я знаю у этих придурков спросить который меня били он у них товар стырил они я а кого он кроме тебя в кабину мог посадить блин откуда мне знать давай про них кто такие откуда их знаешь и поподробнее сейчас разбежался я за андрюха на тот свет не хочу я лучше помолчу здоровее буду николай феомич извините можно с нами нату не получается разговор нас с тобой воду в холодильник они родного в камеру ну что да убери ты свой салон красоты отсюда что ты узнала про невесту к сожалению никаких хороших новостей пока нет она как будто бы сквозь землю провалилась никто ее не видела и никто ее не слышал да что ты вообще не знаешь папа у нее нет мама работает реализатором на рынке она училась когда-то два года в харькове но потом бросила потому что родила вику сами понимаете а где училась в харькове не в авиационном не знаю а зачем а затем что ольга соврала каменка похоже не узнал когда они встретились и спрашивал об учебе в харькове она сказала что его не знает а мы не учились харькове нет я сужи славянский прожила они должны друг друга знать зачем ты меня звала я хотела вас спросить по поводу исчезновения вики ну спрашивай как вы думаете что может заинтересовать молодую девочку мужчине который ее вдвое старше мудрость почти угадали деньги я обратилась к нотариусу березовского вот он мне показал копию его завещания в этой копии завещания я прочитала что часть денег он завещал своему племяннику на обучение вот и правильно а остальные все деньги все-все-все оставил своей будущей жене вики алешиной составил завещание накануне смерти потом его грохнули а невеста то исчезла вот именно и это еще не все я обратилась в компанию где работала вика и попросила их видео с их камеры которая стоит на улице помните я искала михаила вот что есть у меня на него интересно посмотреть если верить записи камеры наблюдения утром накануне убийства андрей березовский случайно столкнулся с навязчивым поклонникам своей невесты встреча не прошла мирно а сутки спустя одного из участников драки нашли застреленным вот можешь когда захочешь я встречалась с подругой вики с машей и маша мне сказала что между викой и миша быть ничего не может ни в коем случае но ведь маша могла соврать или века ей могла просто не договорить правильно и вот что получается что вика кружит голову березовскому а ее любовник миша тем временем ее убивает давай еще этого рома может там и невесту хорошо ну что доцуй но и лёша в на автовокзале засекли с кем-то хуже в киев урвать собралась оперативница немедленно отправилась на автовокзал где якобы была замечена невеста еще и в компании молодого мужчины теперь давай с собой потолкуем ручку дай чего ручку говорю да телефон черкнул с ними толкует напугал следователь замятин с кем я говорю позвонив по указанному номеру следователь выяснил что задержанный им бандит на самом деле является сотрудником обнона он уже полгода работает под прикрытием пытаясь перекрыть один из маршрутов контрабанды наркотиков где вы на мою голову свалились за тебя все на операции накрылась полгода работой псу под хвост а я что тут в бирюльки играю не труп морги девчонка в розыске слушай давай по-хорошему я тебе помогаю а ты мне и ты отвалишь меня за стрельбой на аэродроме кто стоит кто кто тот же кто за наркотой потапов иван тимофеевич 58 года рождения что еще надо вот этот вот хоменко на него работает а то у нас давно информация была что героин самолеты транспортирует а вот кто и как только сегодня узнали когда потапов на аэродром приехал хоменко так и не убедил андрея вернуть наркотики поэтому потапов со своими людьми лично наведался к мужчине чтобы забрать свой смертельно опасный товар не советую зря приехали все равно это дрянь на улице не попадет ты на чужое позарился воровать не хорошо теперь стрелять будем давай жми стрелять смотри мужик то с характера попался самолеты его аэродром его зачем нам тогда этот валерка работой со мной его процент получать будет если надо добавим предложение хорошее мы хорошо платим соглашайся теперь меня послушайте убирайтесь и шалку эту с собой забирайте где товар я тебя спрашиваю умери у тебя племянник и невеста забыл вот родных не трогай что ты хочешь предложить ладно я вернулся не слышу верну вот это разговор мужчины отпустите иди с ним бандиты были уверены что сломили мужчину и скоро получат свой товар назад но неожиданно все пошло кувырком ящик проверь так пошел отсюда молодец любишь своих близких но запомни помни всегда мы рядом так отдай ему разведи только проводи его ну что сука крахмал быстро за ну и урода на на не на вплоть Достань мне этого летуна, понял? И убей! Получается, летчика Потаповцы грохнули? Нет. Я бы знал бы. Мы же до сэродрома все вместе ехали. Скорее, Валерка поквитался. Нет, у этого фраера алиби. Целый день на аэродроме проторчал. Слушай, а ведь с утра еще невеста покойного пропала. Может, это твой босс решил поквитаться? Разве что заранее кого-то за ней послал. Слушай, будь другом. Вот будешь там у Потапова, разузнай. Хорошо, только ствол отдай бы. И я пошел. Сейчас. А какой ствол ты на аэродроме видел? Старый добрый ТТ. Летчика грохнули тоже из ТТ. Совпадение? Не знаю. Давай уже разойдемся. Да, хорошо, подожду. Спасибо. Товарищ красивый милиционер, ты что, еще здесь? Да посмотри, ночь на дворе. Да понимаете, мне полчаса назад мама Вике звонила. Я этого чертова Мишу до сих пор не могу найти. Я только вот нашла номерову мотоцикла. Надеюсь, что из ГАИ сейчас пришлют адрес и фамилию его. А ну-ка, бери шинелить домой. Завтра придешь, будешь этим Мишей заниматься. Николай Фомич, я не хочу время терять. Тем более мне еще надо пару звонков с телефона Вики сделать. Все, я сам все сделаю. Найду мотоциклиста, тебе СМС-ка на телефон сброшу. Утром проснешься, бодро, с хорошим настроением, прямо к ним туда на адрес поедешь. Да нет, спасибо, я сама. Спасибо. А ну марш домой. И чтоб до утра я тебя здесь не видел. На следующее утро оперативница прежде всего проверила адрес, по которому был зарегистрирован мотоцикл загадочного ухажера Вики Алешиной. Но похоже, что хозяина не было дома. Здравствуйте, я оперативный сотрудник вашего района. Можно пару вопросов задать? Ну, говорите, спрошу. Вы не видели этого молодого человека? А, так это Мишка, сосед. Только его со вчерашнего утра, а тут он нет. Ой, полночи с какой-то барышней ругался, а потом утром встал и уехал. С этой девушкой он ругался? Ты бог ее знает, я же ее не видел это. Понятно, хорошо, спасибо вам большое. Да ладно уж. Алло, будь другом, разошли ориентировку на мотоцикл. Да. Да, спасибо большое. Да. Опа, какие люди. Алло, да. Мне нужно найти как-то Михаила. Как угодно. Телефон какой-то, адрес, что-нибудь. Ты понимаешь, что мне нужно или нет, а? Да. Ладно. Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да. Ты же мне за это платишь? О, такая красивая девушка и одна скучаю. Надеюсь, я его еще не увижу. Девуля, пойдем в кафе, согреемся, кофе попьем. Ты ее больше не увидишь. Еще одно слово в лоб получишь. Да ладно. Отвали. Алло, я знаю, кто убил Березовского. Его заказала сестра. Следующая серия. Новые признания. Новые доказательства. Новые подозреваемые. Андрея убили из его пистолета. Это кто-то свой. Звонок в 4 утра. Кого? Нотариуса? А зачем Андрею в 4 утра нотариусу понадобился? Что прячется за маской сестринской любви? Брат, мы собираемся все деньги отписать этой пустышке из Славянска. Но с сыном ничего не остается. Надя? Что ты делаешь? Иди сюда! Куда и почему исчезла невеста? Свадьба отменяется. Из-за кого ее свадьба превратилась в похороны? Выходит, что мама невесты была знакома со своим будущим зятем, ну, наверное, заранее. Что? Оля, уходи. И как в конечном счете удалось выяснить правду? Продолжение следует...